США на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации. Находящийся в эти дни в Германии президент США Джо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы. В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса «Земля-воздух» для Украины, заявил источник. Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы на Самс. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно эти ЗРК. В дополнение к этому, как заявлено, США собираются поставить Киеву контрбатарейные радары и некоторые боеприпасы. Если поставки систем ПРО США на Украину состоятся, то это станет новой фазой участия Соединенных Штатов в вооруженном конфликте на Украине. Во-первых, системы ПРО станут самым дорогим оружием, когда-либо поставленным Киеву. Во-вторых, намечается своеобразная попытка американцев испытать в действии свои системы ПРО в отношении российских ракет. Но явно этими системами не будут управлять украинские военные. Дело в том, что для эффективного управления системами противоракетной обороны американского производства нужен комплекс факторов – от эксплуатации самой системы на надлежащем уровне до сопряжения их с комплексом данных от средств объективного контроля, учет стандартов НАТО при определении целей. На подготовку расчетов, состоящих из украинских военных, ушли бы даже не месяцы, а годы. Передавать комплексы противоракетной обороны неподготовленным украинским расчетам однозначно нанести удар по репутации самих комплексов и всего американского ВПК. Получается, что в случае поставок систем ПРО из США на Украину, как минимум на первом этапе их расчеты не смогут состоять из украинских военных, соответственно, будут состоять из американских военнослужащих. А это станет очередным доказательством прямого участия армии США в вооруженном конфликте с Россией, которое по определению не может остаться без ответа. В самих США, кстати, критикуют публикации американских СМИ по поводу возможной передачи систем противоракетной обороны Украине. Отмечается, что если такое решение действительно собираются принять, то зачем трубить о нем через средства массовой информации? Дополнительно говорится, что комплексы могут быть уничтожены в таком случае еще до их развертывания.